Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. По-прежнему поступают вопросы о том, что же всё-таки происходит с выборами, чем они закончатся, какие варианты, возможные варианты и невозможные варианты существуют для того, чтобы справедливость восторжествовала. Ну вот, поделитесь с нами информацией, которой вы располагаете. Ну, давайте высмотреть на то, что закон нам говорит. Значит, на сегодняшний день имеется шесть или семь штатов, сейчас я не могу что-то вдруг сообразить, которые, кроме того, что секретарь штата послал в Конгресс конверт с фамилиями выборщиков, которые, скажем, должны, обязаны голосовать за Байдена. Кроме этого, собрались республиканцы, которые в большинстве в Конгрессах этих штатов, и проголосовали за то, чтобы послать, так называемый, альтернативный список выборщиков, которые, с их точки зрения, должны голосовать за травму. Итого, скажем, в штате каком-то десять человек в конверте их голосование, которое подтверждено нотариусом, их фамилией, туда-сюда, послали в Конгресс, для того, чтобы 6 января Конгресс открыл и проверил, значит, сколько людей за Байдена, сколько за Трампа. А с другой стороны, существует альтернативный список, и, как я уже сказал, несколько штатов, опять не помню сколько, но, по-моему, в общей сложности там 42 электоральных голоса, которые, так сказать, в этих штатах говорят, мы хотим отдать их за Трампу. Значит, итого, 6 января объединенный съезд, объединенные, так сказать, заседания двух палат, верхней и нижней, сената и палаты представителей, собираются вместе, и в их присутствии председатель, значит, сената, которым на данный момент является, значит, всегда вице-президент, на данный момент это вице-президент Пенс, и до 20-го числа мы его наняли исполнять эти полномочия. 20 января в 12 часов дня эти полномочия заканчиваются, и либо они, Трамп, снова, так сказать, что называется, входит должность, либо они должны должность эту сдать, и кто-то другой войдет в эту должность. Так вот, значит, 6 января Пенс берет эти конверты, вынимает, значит, из них бюллетени, и его секретарь или секретарь Конгресса начинает зачитывать. В этот момент, если один представитель от Конгресса и один представитель от Сената, а как мне, значит, вот Сергей недавно сообщил, что есть уже и тот, и другой, то есть про Конгресс я знал, про Сенат я, честно говоря, не знал, но вот Сергей сказал, что есть уже кто-то, кто в Сенате сказал, что я сделаю это, Если эти два человека подают совместное в письменном виде прошение о том, чтобы рассмотрели не только этот список, но и альтернативный, тогда Пенс, как председатель этого собрания, обязан по конституции сказать, стоп, заседание останавливается, Конгресс идите в свое здание, Сенат идите в свое здание, где вы должны проголосовать в течение ближайших двух часов. Я не помню, там какое-то количество часов у них есть. В течение двух часов вы должны принести мне решение. Кто с вашей точки зрения, какие голоса должны учитываться, основной список или альтернативный? Соответственно, мы все понимаем, если это основной список, то Байден президент, если это альтернативный, то 42, так сказать, заменяются 42 голоса на голоса за Трампа и Трамп остается президентом. Они расходятся. Мы понимаем, что так как в Конгрессе на десяток мест больше демократов, чем республиканцев, пока ни один из демократов не заявил, что он будет голосовать за Трампа, Конгресс назначается через два часа обратно и говорит, что мы за основной список. То есть за Байдена. Дальше. Что делает Сенат, мы не знаем, потому что уже там соотношение такое. 50 голосов у республиканцев и 48 голосов у демократов. Это при том, что в Джорджии двое сенаторов, которые там два места, за которые борются, пока неизвестны. Я думаю, к утру 6 числа не будет еще известно. Итого 50 на 48. Казалось бы, ну все прекрасно, дело у нас в шляпе. Не совсем. Дело в том, что один из сенаторов, Ромни, уже подал все сигналы на то, что он будет против Трампа. Ну он как Маккейн, если помните, нам всем устроил, так сказать, что у нас остался Обама Кера, то есть всей стране, из-за личной ненависти к Трампу. Чтобы вот, чтобы Трампа не получилось, так я всей стране устрою гадость. Ну такой хороший человек казался. И вот Ромни, похоже, абсолютно такой же. И Ромни уже, так сказать, ну, я не могу гарантировать, но похоже, что он голосовать не будет. Возможно, он не будет голосовать и за ту сторону тоже. Возможно, он просто скажет, я не знаю ситуации, поэтому я остаюсь нейтральным. То есть стало уже 49 на 48. Теперь давайте представим себе, что какая-нибудь Лиза Муковская и кто-нибудь еще либо голосует, а не голосует, как и он уходит в сторону, либо голосует за ту сторону. И бум, уже стало больше, там, так сказать, либо 48-47, либо 49-48. И вот подумаем, в пользу демократа. То есть есть вариант, что Сенат тоже проголосует за список Байдена. Возвращаются обратно, сообщают Пенсу, все в порядке, и мы, и вы, и те, и другие проголосовали за Байдена. Поэтому президент Байден, Пенс говорит, да, конечно, утверждают и все, так сказать, с этого, с 6-го числа прямая дорога к 20-му. Я не хочу сказать, что 20-го, значит, вот у нас дата в Конституции есть только 20-ая. То есть до 20-го еще тоже что-то может произойти. Но я бы дал этому что-то может произойти там на уровне полпроцента вероятности. Скорее всего, если 6-го числа и Сенат, и Конгресс скажут, что наш президент Байден, то наш президент 20-го числа будет Байден. Теперь, значит, исходя из этого, вот эта вот дорога, по которой так долго и, так сказать, настойчиво предлагали Трампу пойти, мне представляется не 100%, ну, скажем, так сказать, не 100% ясной. Правда, если до 6-го числа вылезет достаточно много серьезных доказательств того, что выборы были подделаны, не, понимаете, вот мы с вами уверены, что они были там подделаны. По целому ряду, так сказать, и математически невозможно, чтобы какие-то вещи произошли раз, и на местах, мы знаем, происходили какие-то вещи два. И изначально вся эта история с голосованием по почте, она была, похоже, придумана и сделана для того, чтобы подделать выборы, то есть, три, да? То есть, организовано это было специально, чтобы подделать выборы, на местах проходило, чтобы делать выборы, и дополнительно к этому, ну, понятно, все сказано. Теперь, мы это так считаем, суды это отклоняют. Сейчас 5 исков все-таки начинают подниматься по судебной лестнице, так сказать, опять к тому же самому Верховному суду, который отказался на технической детали обсуждать иск Техаса. Значит, вот если суду принести технические вещи, от которых они отказаться не могут, а отказались они, ну, так сказать, как бы они правы в том, что они отказались, потому что это не их юрисдикция была. Но, с другой стороны, ну, Техас, так сказать, как бы не должен требовать вмешиваться в дела, там, из-за Пенсильвании, да? Но, с другой стороны, ну, что они маленькие дети, они понимают, что разговор идет не о том, чтобы Техас смешивается в дела Пенсильвании, а о том, что 18 штатов Соединенных Штатов Америки вместе говорят им, это ужасно то, что им произошло, мы хотим, чтобы вы разобрались. Ну, они, тем не менее, Верховный суд взял некую формальную дорогу и по формальной причине отказался. Я, честно говоря, за 2 дня до этого, я сказал, что, скорее всего, откажутся, именно чтобы не лезть во все это дело. Теперь, ну, если к ним придут вещи, которые будут достаточно серьезно, ну, скажем, обоснованы, и если суды до этого будут слушания, и мы услышим, пусть это будет там опротестовано и прочее, но мы все услышим достаточно много серьезных доказательств, которые вылезут, ну, нас все время цензурируют, то есть нам не дают ничего узнать, но, так сказать, если будут эти суды, то что-то вылезет наружу. Вот тогда Ромни и остальные просто не смогут сказать, мы ничего не знаем, и обязаны будут голосовать за республиканцев. Значит, итого, первый вариант – это по дороге к 6 числу вылезает что-то в достаточных количествах, в достаточно грязное для того, чтобы заставить колеблющихся сенаторов голосовать в ту сторону, в которую, так сказать, республиканцы хотят голосовать, тогда Трамп будет президентом. А второй вариант – это на основании того, что мы обнаружили вот все то, о чем я говорил, происходит следующее. В 1800 году, я не оговорился, в 1800 году был период, так называемый Insurrection Act, который гласит, ну, там, в двух словах, длинный, в двух словах следующее, что если в каком-то из штатов нашего великого могучего союза что-то происходит, что незаконным образом пытается либо свергнуть существующую демократическую власть, либо предотвратить возможность жить по конституции какой-то группе населения, например, черных, там, скажем, не пускают в школы, да, или, например, там, республиканцы дают им голосовать, то тогда федералы имеют право без разрешения штата войти на территорию штата и восстановить справедливость. Значит, теперь, 12 сентября 2018 года, Трамп подписал, как бы, дополнение к этому вот закону, он называется президентский вердикт, президентский, так сказать, как его, так сказать, декрет, да, который говорит, что киберактивность, кибернападение приравнивается к вооруженному нападению. И если с помощью вот этой киберактивности будет то же самое, о чем говорил тот самый закон 2008 года, то, значит, тогда государство имеет право вмешаться, точно так же войти в любой штат без на то разрешения руководителей штата, особенно если руководство штаба подозревается в том, что оно принимает участие вот в этих незаконных действиях. Вот, значит, если у нас будет достаточно доказательств, а последнее время происходят некие выбросы, значит, в поле нашего с вами внимания от государства, которые показывают, что, значит, ну, по крайней мере, Белый дом, там, DOD, Department of Defense и тому подобное, они, NSA, они, значит, обнаружили нападение китайцев, кибернападение русских кибер, и нападение иранское кибер, что это было очень серьезно, что 1800 объектов, значит, нападения, то ли русских, то ли китайцев, я, честно говоря, сейчас просто не помню, но они говорили, значит, об этом количестве объектов, они пострадали, что это очень серьезно и прочее, и прочее. Значит, вот если все это сложить вместе, то очень похоже, и еще, так сказать, надо добавить к этому два очень интересных момента. Сережа, я очень долго рассказываю или нормально? Нормально. Нормально, да? Тогда еще просто два коротких момента, и, так сказать, я знаю, что я растекаюсь по древу, и вместо того, чтобы давать четкие ответы, пытаюсь общую картину нарисовать, но мне кажется, это важно. А потом люди будут звонить, и мы будем отвечать конкретно на вопросы. Значит, вот за последние две недели произошли два, так сказать, в общем, ошарашившие меня события. Одно две недели назад, второе вчера. Две недели тому назад, друг, непонятно по какой причине, а нынешний, значит, министр обороны, то есть исполняющий обязанности, потому что Трамп недавно его туда засунул, такой Мюллер, Мюллер, который, кстати, когда-то служил под командованием Уфлина и сменил его на должности командира знаменитой 86-й, так сказать, там, парашютно-разведывательной какой-то там контрразведывательной дивизии. Значит, он вдруг уволил всех 12 сотрудников комитета наблюдения, гражданского наблюдения за действиями Департамента Минобороны и нанял в этот же день, объявил о списке других 12 человек, которые с этого дня начинают исполнять эти обязанности, в том числе, скажем, Кори Левандовского, который единственное, чем известно, приверженностью к Трампу. Значит, в этих 12 людях все люди Трампа. То есть, почему-то, если вот министр обороны знает, что он уходит 20-21 января, да, зачем он это проделал? За полтора месяца до ухода сменил какой-то гражданский совет, который наблюдает за действиями Департамента, значит, вот, обороны, да? То есть, зачем-то нужно было посадить своих людей, которые будут молчать о чем-то, что Министерство обороны будет делать. Это первое. Второе. Вдруг вчера объявляется, что больше до конца праздников, то есть, до 27-го, как я понимаю, декабря, а сегодня у нас, значит, кругом бегом у нас 18-е, да? То есть, на 10 дней прекращаются всякие связи и передачи информации и присутствие людей Байдена, то есть, группы, так сказать, перехода, так называемые, да? Их не допускают в течение этих 10 дней в Департамент обороны. Зачем их надо не... Ну, там, начинаются скоро праздники, мы об этом с ними говорили, немедленно, значит, байденовские люди сообщили в прессу, что никогда в жизни с ними ни о чем подобном не говорили, и они собирались, что называется, и сегодня, и в понедельник, и во вторник, и в среду там быть, присутствовать, перенимать дела, потому что это очень важно и тому подобное. То есть, опять, министр обороны вдруг выгоняет людей, которые могут что-то увидеть, что происходит в Департаменте обороны, в Министерстве обороны. Вот эти два действия, вместе с тем, что я вам рассказал, показывают на то, что, как минимум, разрабатывается, ну, что называется, на всякий случай, может быть, не как первый, а как второй или пятнадцатый, но разрабатывается вариант до 27-го числа что-то сделать с участием Министерства вооруженных обороны, не знаю, как оно называется, тем более, что это последнее, что я сейчас скажу, позавчера Флинн, или там два дня тому назад, Флинн вдруг на интервью на, не помню, то ли на Фоксе, то ли на Newsmax, сказал одну фразу. Крисмас в этом году, дорогие мои, значит, вот, республиканцы, придет к нам с вами раньше обычного. А вот по поводу того, что прекратились брифинги переходной группы, Transition Team, по поводу того, что прекратились брифинги Министерства обороны для Transition Team, я эту информацию знал. Но вот то, что вы сказали о том, что заменили членов Совета гражданского наблюдения, вот это интересно. Да, вот где-то две, две с половиной недели тому назад, вдруг совершенно неожиданно, непонятно почему, непонятно зачем, они бы закончили свою работу 20-го января. Зачем их увольнять, условно говоря, там, так сказать, первого, там, какого-то, 5-го декабря? Ну, совершенно непонятно, да? И еще, значит, вот, в соответствии с этим указом президента от 18-го года, 12-го сентября, в 45-дневный срок секретные службы, спецслужбы, или как их назвать, разведка национальная, должны были сделать доклад, ассейсмент, о том, насколько, так сказать, иностранные государства пытались повлиять на исход выборов. Этот доклад задерживается, и, судя по всему, это идет какая-то внутренняя борьба между разными агентами. У нас ведь там сколько, 16 или 17 разных? Да, но подавать туда, по-моему, 4 подают РНДЛ или 5, я уж не помню. Ну, вот так или иначе, это говорит о том, что внутри идет некая борьба в оценках, потому что доклад общий, и он должен, как бы, быть согласованным, и все должны с ним согласиться, но мы знаем, что ФБР работает против Трампа уже на протяжении многих лет, несмотря на то, что руководство ФБР сменилось. Мы знаем, что ЦРУ тоже было замешано в неких действиях, которые были направлены против Трампа. Очевидно, какие-то внутренние разногласия раздирают вот эти спецслужбы, и они никак не могут сойтись в оценке влияния иностранных государств на наши выборы. Или, как говорит Кейти Макфауэлл, которая была заместителем Макфауэлл, заместителем у Флина в Совете национальной безопасности, там скрывается нечто такое, что, так сказать, как атомная бомба в этом докладе. Ну, значит, тут есть два вопроса, что скрывается в докладе, и второе, почему он не публикуется. Дело в том, что сегодня спросили у этого самого... Господи, черт, вдруг выскочил его... Рэд Клифф, да? Да, Джан Рэд Клифф. Спросили, который бывший... Конгрессмен, а сейчас уже возглавляет национальную разведку. Про Трамповский такой, за который Трамп поставил руководить, значит, разведками. То есть, ну, такая, так сказать, зонтичная организация. Все, что делают разведки, оно туда стекается. У них, у самих, у НСА нет, так сказать, разведки на сети, но они как бы над разведками перед Белым домом. Так вот, он сказал сегодня, что он не подписывает доклад, потому что там не отражена действительный урон и действительно то, что иностранцы с его точки зрения делали Америке. Та же самая вот Китай, Россия и Иран. Дело в том, что бывший, значит, исполнявший обязанности Гринелл, да, более свободен в своих, как бы, высказываниях. Он не находится на должности, на официальной. То есть, он просто сейчас, то, что называется, фэллоу в университете. То есть, он, так сказать, читающий, так сказать, ездящий с докладами по университетам и другим местам человек. И вот он, выступая на, опять же, не помню, то ли на Ньюсмаксе, то ли у Лу этого самого, Добса. Кстати, по-моему, Лу Добсон почти единственный, кто остался, кого можно, так сказать, там слушать. На Фокс не Ньюс, только на Фокс Бизнес. Почему-то его не тронули, может, у него скоро контракт кончается и после этого выгонят. Но его до сих пор можно слушать. Он, у него выступал, если не ошибаюсь. И, значит, Гринелл, я имею в виду. И сказал следующее. Он сказал, что в том, что он знает и то, что разведки должны представить, там вопиющие, то есть, на уровне нападения на страну удары, которые, значит, пытались нанести, как минимум, Китай и с его точки зрения, Россия. Потому что он говорит, что в очень многом есть почерк, похожий на то, как Россия, так сказать, делала это во многих других местах, там, Европе и прочее, и прочее. Он говорит, я не гарантирую о том, что я сейчас, так сказать, не внутри кухни, но я знаю точно, что это есть. То есть, значит, это там есть и просто несколько разных разведок, с его точки зрения, не могут договориться до степени урона, который, это сам, совершенно прав. ФБР давно ли на нашей стороне, ЦРУ, возможно, так сказать, тоже. То есть, у нас две основные наши разведки, они будут пытаться сделать все, чтобы, так сказать, у Трампа не было возможности драться, что называется, против Байдена и защищаться от вот этой вот подлогов, которые происходили. Но я думаю, что опять до Крисмоса все-таки мы получим эту информацию. Ну и как выясняется, и Министерство юстиции не особо было на стороне Трампа. Ну да, но это долгий разговор, и я предлагаю послушать наших замечательных спонсоров, без которых наша жизнь была бы совершенно бледной и неинтересной, а потом к этому вернуться. Замечательно. Принимаю ваше предложение. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Но прежде чем мы непосредственно вернемся к теме нашего разговора, я хочу еще раз поблагодарить Дмитрия Вайсмана, вот это компания «Балунс фронт Дмитрий». У нашего младшего сына сегодня день рождения, и вот он вчера вечером, когда сын уже лег спать, привез нам такие шары, два таких, две связки шаров праздничных. И мы потихоньку в спальню к сыну занесли, устроили ему такой праздник. Он утром встал, был такой счастливый, такой радостный, чего не наблюдалось уже на протяжении много длительного времени. А учится в седьмом классе, и ему исполнилось 13 лет. Так вот, делайте для своих детей праздник. В этих условиях карантина, они и так забиты, зажаты, практически не общаются, ну там с одним-двумя человеком, да и то через интернет, как правило. Позвоните 533-15-23, рекод 847, закажите, привезут, сделают, устроите праздник своим ребятишкам. Мы воспользовались и очень рады, потому что действительно малой почувствовал праздник. Ну там, мы к подарку привязали эти две охапки шаров с днем рождения. Вот так. А теперь давайте... Здорово, я поздравляю, и хочу сказать, что по еврейским законам уже может уже жилиться. Да, ух ты. У нас еще один праздник грядет. Завтра наш Макс должен приехать на побывку, что называется. Я не знаю, вот в связи с этой обстановкой сумасшедшей, и у них, похоже, в армии там тоже какое-то напряжение, какое-то все в позе стендбай стояли. Но, не знаю, пару недель назад прислал уже копии билетов на самолет. Я очень надеюсь, что вот эти обстоятельства не помешают его приезду. Мы его уже не видели больше года и очень соскучились. Да, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Леон, у меня несколько вопросов относительно вот этого голосования сертификации в Конгрессе. А какой состав Конгресса будет голосовать? Вновь избранный или тот, что был до выборов? Это первый вопрос. Потом, что случится, если вдруг Сенат проголосует за Трампа, а Нижняя палата за Байдена? И еще, принимает ли участие в голосовании Пенс как председатель Сената? Спасибо большое. Ну, все важные, интересные вопросы. Значит, старый Конгресс сегодняшний, который, старый это сегодняшний, который сейчас, он заканчивает свою работу в 12 часов дня 2 января и, а может, 3. Ну, или 2-го, или 3-го, значит, новый, так называемый, Конгресс должен поднять руки, поглязться и стать, значит, вот, Конгрессом, да? То есть, иными словами, 6-го уже у нас будет новый состав Конгресса. Думаю, что в нем будут уже все или почти все члены Нижней палаты. Я не помню, там есть какие-то заморочки с кем-то из них, суды там и прочее, да? Но я знаю точно, что есть двое сенаторов, которые 5-го числа выборы и, скорее всего, они не успеют уже к этому голосованию 6-го числа. То есть, у нас будет полный состав Нижней палаты и не хватает двух человек, то есть, будет 98 сенаторов, где 50 республиканцев и 48 демократов. Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, если Сенат голосует за список новый, то есть, Трампа, альтернативный, а Конгресс за старый список, то Пенс обязан прекратить заседание и объявить о том, что, а сейчас все происходит, то есть, все переходит по Конституции в руки, я сейчас не помню точно, как она называется, но назовем это специальным комитетом Конгресса, состоящим из 50 человек, каждая делегация от штата посылает одного человека. И вот, так сказать, на следующий день оказывается 50 человек, сидящим в зале, где они обязаны будут, 50 человек имеется в виду, по одной от каждой делегации, да? Делегации 50, штатов 50. Значит, где они будут сначала обсуждать, а потом голосовать? Кто будет председателем на этом заседании, я, честно говоря, не помню. То есть, кто-то определенный, но не помню, кто. Но это не принципиально, потому что это чисто церемониальная должность. Теперь, будет ли Пенс голосовать? Да, будет, потому что он член Сената до 20 числа. А что такое вот эти вот 50 человек, которые собрались на специальный комитет? Это, значит, вот скажем, если от штата Калифорния из 55 голосов, 2 сенатора, 53, значит, члена Нижней Палаты, из них там 50 демократы, то понятно, что они выберут демократа. А если от штата, я не знаю, там, Орегон, представим себе, там, да, 10 человек, из них там 8, например, республиканцы, а 2 демократы, понятно, что они выберут республиканцы. Так вот, значит, с моей точки зрения, 26 или 27 штатов у них делегации консервативные, то есть там перевес республиканцев. Вчера, кстати, на Newsmax или на One America Network кто-то сказал, что 30, и что это, мол, Элис сказала, это юристка, которая с Джулианой работает. Ну, я не могу понять, как 30, но 26 у нас есть 100%, совершенно точно. То есть 26 есть у нас, там 23 есть у демократов и один независимый, который вместе с демократами. То есть 26-24, и тогда мы выигрываем, то есть тогда становится Трамп президентом. Да. То есть остается еще выход, все будет зависеть от того, как поведут себя сенаторы, и по идее, но опять же по идее, потому что мы помним, как, вы уже упоминали, как голосовали сенаторы по Обама Кер, и мы все были уверены, поскольку большинство в Сенате принадлежит республиканцам, мы думали, что это вопрос решенный, а потом Маккейн вышел и все, так сказать, похерил. То же самое не исключено, что и в этот раз произойдет. Плюс ко всему, вот есть сомнения по поводу Макконнелла, потому что тесные связи его супруги, которая является министром транспорта с китайскими, там у нее родственники, китайские компании большие, которые связаны с правительством, ну, в общем, об этом идет, гуляет информация, это действительно так, как он себя поведет. Ну, и что касается Ромни, что касается Марковских, что касается Коллинз, там достаточно людей, которые... Да, да, да. Именно поэтому я и считаю, то есть я, можно сказать, совсем недавно, но внутри себя пришел к выводу, что оптимальный вариант – это не гадать, кто продался или продался, на кого есть шантаж, на кого нету, кто там, так сказать, с кем дружит, от кого получает деньги и тому подобное, а провести это чисто. А именно, вот есть конкретных пять штатов, есть конкретное обвинение, так сказать, ввести туда, благо у нас есть такая сила военная и с помощью военной силы, это не узурпация власти, американские военные, а, никто не будет подчиняться приказу, узурпировать власть, б, так сказать, в Вашингтоне никто не объявит, не войдут танки и т.д. и т.п. Значит, войдут, может быть, гвардия или там армия для того, чтобы остановиться, если будут погромы, но не будет армии у нас захватывать никакой власти, это не предположение, это не уверенность, это знание ситуации, не будет точка. Значит, ввести вот в эти конкретные пять штатов какой-то контингент, который обеспечит доступ и сохранность этих серверов, мы уже знаем, что их, вопреки запрету полному конституционному из закона, их уже стирали, люди, которые проверяли серверы, значит, на двух бунктах, по-моему, в Мичигане, если я ошибаюсь, или в Висконсе, я сейчас не могу что-то сообразить, они уже сказали, что там все стерто, но, так сказать, тем не менее, с помощью экспертизы можно определить, что стерто, когда стерто и что происходило, что они пытались стереть и что они определили, как они говорят. Так что самое чистое было бы это введение войск, как я уже сказал, без всех этих дурацких мыслей о том, не была ли жена куплена китайцами, или не был ли там кто-то шантажирован Соросом, или не был ли Робертс, я не знаю, там вместе с Клинтоном на даче у этого самого, на острове знаменитого Лолита, и поэтому он боится разоблачения, мы не хотим, надоело все это, просто уже надоело, уже надеяться на то, что на этого, на того, а потом думать, а вдруг его подкупило этот, а вдруг он испугался того, все уже невозможно, надо уже решать это. Вы знаете, вот был такой, так сказать, Гордиев узел, если, так сказать, все знают ваши, значит, ваши, наши с вами слушатели, да, когда, значит, вот город, который там никому не сдавался, и, значит, города говорили, когда захватчики подходили к стенам, говорил, вот узел, вот если вы его развяжете, тогда город откроет, значит, свои ворота, значит, подошел Александр Бакедонский, ему вынесли этот узел, он долго его смотрел, взял меч, разрубил его пополам и сказал так, либо открывайте ворота, нахрен, либо сожгу. И, так сказать, как говорят, разрубить Гордиев узел, то есть решить это можно вот таким образом, к сожалению, к огромному. Я такой, в этом смысле, не пацифист, но что-то очень близкое. Я присутствовал при том, как стреляли и как в нас стреляли. Я очень не хочу, чтобы это было, я не хочу, чтобы погибали дети, я не хочу, чтобы погибали вообще, так сказать, я против этого. Но я, тем не менее, говорю, наверное, сейчас это единственный возможный способ разобраться. Он, кстати, на Фейсбуке задает вопрос о том, что происходит в Верховном суде. Я не знаю, что имеется в виду, в Верховном суде много что происходит, в частности, была информация на условиях анонимности, какой-то стаффер сообщил корреспондентам, что Джастис Робертс кричал на судей, вы что хотите, раяц? Вот когда я обсуждался вопрос. Вы знаете, я не знаю, очень-очень похоже на подставу, потому что это надо было услышать. Ну, там и один, а другие не. Ну, в общем, это приблизительно так, давай, Серёжа, придумаем чего-нибудь, я тебе скажу, что я, например, вот это, да, а ты теперь говоришь, что это услышал от какого-то, но он не хочет называть своё имя. Ну, может было, может нет, 50%. Поэтому я не стал бы относиться к этому серьёзно. Потом Джастис Робертс, ну, не такой идиот, что бороться с тем, чтобы кто-то услышал это. Ну, что угодно, но не идиот он. Значит, ну, единственное, что на администрацию Трампа был подан иск, потому что администрация намерена исключить из переписи населения нелегальных иммигрантов, и вот был подан иск в Верховный суд, Верховный суд отклонил этот иск, таким образом... Подтверждая разрешение, подтверждая идею Трампа не, так сказать, не исключать их в тех, кто на базе чего мы выбираем конгрессменов. А если учесть, что, скажем, в штате Калифорния значительное количество нелегалов проживает, то, значит, Калифорния, калифорнийская делегация потеряет какое-то количество мест в Конгрессе, потому что... Ну, по нашим подсчётам здесь, у нас живёт 27 миллионов меньше чуть, 26,5 миллионов американских подданных и приблизительно 3-3,5 миллиона нелегалов. Вот, значит, несколько мест в Конгрессе Калифорния потеряет. 10%? Да. 10% ровно от 30 миллионов в 3 миллиона. Это 10%? То есть от 52 человек, это не 10%, это 5, получается 45, которые автоматом переходят к другим штатам. Давайте попробуем. В Техас, во Флориду. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день, Леон. Вы знаете, меня зовут Евгений. Я бы с вами согласился 100% двумя руками, я вообще давно за это введение войск. Но вы же понимаете, что их в первую очередь нужно, наверное, вводить в эти штаб-квартиры NBC, CBS, CNN и всех остальных. Потому что зомбо-ящик подымет вой, который реально этих всех, как выражаете, уважаемый ведущий Сергей Вагиноголовых подымет на штыки, как говорится. Женя, я с вами абсолютно согласен, но это эскалация очень серьезная. Вот я абсолютно с вами согласен. Вы себе представляете, на самом деле, какой шок это будет для Америки, если в один момент у них телевизоры станут черными? Да и не только телевизоры, а и твиттеры, и фейсбуки, угол. Вы себе представляете, какие слухи поползут и прочее. Значит, надо организовывать какой-то государственный канал, который будет одновременно вещать на этих самых. Либо, чтобы военные со штыками стояли и потребовали, чтобы на этих каналах играли Лебединое озеро. Я не знаю, а я согласен с вами, но я совершенно не вижу возможности сделать это. Вот тогда это будет народу напоминать переворот. Понимаете, вот тогда народ, даже который за Трампа и прочее, может встать на дыбы. Абсолютно верно, да. И тогда вот эта вся пропаганда дикая насчет Трампа, диктатор и фашист, ну... Ну, как бы найдется... Нет, спасибо, Евгений, Леон, то есть это как бы видится как решение некой проблемы, но это решение не нашим путем, не принесет другую проблему. Да, это то, о чем я говорил, что вот мы обсуждали тему маккартизма, вот хотели бы сейчас, чтобы нечто подобное происходило. Я сказал, что это имеет две стороны медали. По сути дела, то, что происходит сейчас в квази-виде, это маккартизм. То, что нам затыкают рот в соцсетях, в Ютубе, в Фейсбуке, то, что медиа, так сказать, лишает нас истинной информации и пропаганду гонит сплошную. Вот это и есть маккартизм. Людей увольняют с работы за то, что они поддерживают Трампа или там высказывают, что Трамп мой президент, а те, кто работает в корпорациях, боятся слова сказать против демократов. Это и есть маккартизм, это обратная сторона медали. Поэтому это может быть использовано в этом направлении или в этом направлении. Поэтому лучше этого избегать. Это то, что принципиально отличает, скажем, республиканцев, консерваторов от демократов. Так, с этим поговорили. Я вот сейчас наблюдал картинку, как вице-президент Пенс и вторая леди и генеральный, я не знаю, как в переводе на русский, это будет, очевидно, хирург, получили дозу инъекции. Прямо на камеру все это снималось, показывалось, транслировалось. Инъекцию, в смысле вакцину. Мы сегодня тоже обсуждали. Это масса информации всевозможной. Одни говорят, что это безопасно, другие говорят, что опасно. Одни говорят, надо делать, другие говорят, не надо делать. Статья выходит, которая говорит о том, что замечательно все. Другая статья выходит и какие-то вещи страшные предрекает с использованием. Я сказал, что единственное, что я знаю точно, что это должно быть добровольным выбором каждого. Вот, с моей точки зрения, один из кошмаров, который при, так сказать, нашей прессе и вот это все цензурирование, это затыкание нам ртов, того подобного, принесло, это что мы перестали верить. То есть, мы изначально знаем, что нам лгут. Поэтому вместо того, что они еще затыкают любое противоположное мнение, им сейчас нужно, чтобы мы делали вакцину или наоборот не делали. То есть, они будут обрушивать на нас огромное количество информации с одной стороны. А сесть и поговорить по этому поводу, чтобы мы услышали, вот специалист, например, он говорит, что я считаю, что это плохо, поэтому, поэтому, поэтому. Другие специалисты говорят, что ты прав здесь, но ты не прав вот здесь. Тогда, по крайней мере, мы можем какую-то собственную ввести мнение. Я понимаю, что это тоже сложно выбрать между двумя специалистами 20 и прочее, но, по крайней мере, мы поймем, что плохого, что хорошего. Мне нужно было сделать операцию, там, много лет тому назад, у меня аритмия была, уселся со мной врач и говорит, смотри, значит, там, у 98% людей происходит то-то и то-то, из них там 80% этих 98, там, тарарарара. Я говорю, а с этими двумя что происходит, которые остаются? У них становится еще хуже, и вот даже, так сказать, там, 0,4% умерли. Я говорю, спасибо большое, дорогой, я живу с этой штукой и буду продолжать. Вот. Прошло два года, мне позвонили, говорят, у нас есть новая методика. Я снова к нему приехал. Замораживание там, а ничего. Я пошел, пошел, говорю, о, прекрасно, давай замораживать. Заморозили уже, так сказать, несколько лет, что называется, не было приступа. Я могу принять свое мнение, принять, я могу сделать свой вывод какой-то. То, что происходит сейчас, звучит следующим образом. Одни говорят, это очень хорошо, другие говорят, это ужасно для тебя. Что я сам себе говорю? Это значит 50-50, 50 на 50, да? То есть 50, что это хорошо, 50, что это плохо. Я что, сумасшедший ее делать? Да. Давайте попробуем принять звонок. Я не дождался. Перезвоните 847-400-5200. Именно об этом я говорю, о том, что нас лишают права выбора. Лишают права выбора на информацию, решают права выбора на делать инъекции или не делать, потому что, скажем, если правительство не издаст указ об обязательном вакцинировании всех, то корпорации, такие квази-государства могут внутренние распоряжения сдать. Запросто. Ты не можешь приходить на работу, если ты не будешь вакцинирован, и все. Ты не можешь летать на самолете, если ты не будешь вакцинирован, да? И что дальше мы будем делать? И это некогда самая свободная страна в мире. Это... Не, ну, так сказать, это мы уже давно проехали, я думаю, что лет 15 как. Я думаю, что гораздо больше, и начинается все с самых низов, с ассоциацией домовладельцев, которые диктуют тебе, какого цвета у тебя должна быть крыша, какой высоты забор. Это вообще ужасно. Это вообще ужасно. Вот с самого низа начинается. Я думаю, что с ассоциацией мы с женой, это было уже 17 лет тому назад, вдруг, значит, у нас там будет, так сказать, там 70 домов стоят чуть-чуть в стороне, и вдруг начали ходить, уговаривают всех ассоциацию. Я говорю, нет, не хочу. Но они собрались, 70% людей проголосовало за то, чтобы ассоциацию делать, якобы поднимет стоимость там домов, там безопасность, будем ворота. И первое дело, надо вносить по 500 долларов каждый месяц на стройку ворот. Мы в этот день стали продавать дом. И не потому, что не из-за 500 долларов, а потому, что мы как с ужасом подумали, еще будет какая-то социалистическая власть, которая будет мне говорить, что делать. Вешать таблички, не красить мой дом, не делать музыку, не включать, не знаю, и тому подобное. Гостей не приглашать. Кого-то не пускать, а потом черных не приглашать. Или наоборот, евреев не приглашать. Я говорю, зачем мне они нужны? Я сам бы продал этот дом довольно быстро. Переехали в другой. Без всякой ассоциации прекрасно там живем. Некоторые ассоциации запрещают вывешивать американский флаг на своем прапорте. Потому что это мешает виду их дома и оскорбляет людей, которые проезжают мимо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Миша Леон. Я рада, чтобы вас зовут Леон, потому что мой сын тоже Леон. У него это очень хорошее имя. Молодцы, хорошая имя. Да, чудесное имя. А у меня хорошая новость по поводу вакцины. Дело в том, что вакцина получила emergency use authorization. То есть она, если вы не хотите ее делать, пока что вы можете ее не делать. Потому что если вы выйдете на FDA веб-сайт, то там будет написано, что там проверено, что не проверено. И она не рекомендована для постоянного, так сказать, применения. Она только рекомендована как emergency use authorization. У меня вопрос к вам есть. Я прошу прощения. Вы сказали, что это хорошая новость. Я сейчас пытаюсь понять, почему. Все, что это означает, что они ее не до конца с их точки зрения проверили. И если у вас emergency, если хотите, можете делать. Но они ровно через неделю или через месяц могут собраться и дать ей full use authorization. А после этого представим себе, что авиакомпания говорит, я никого не буду сажать, у кого нету одной из этих двух вакцин. А я не знаю. Через пять лет мне уже немножко все равно. Хотя, так сказать, мне 71 год. И все-таки я рассчитываю лет еще 14-15 прожить с в добром здравии. Я не знаю, что будет через пять лет с ней. Но самое главное, меня интересует. Целый ряд врачей утверждают, что оно влияет на ДНК по-русски. ДНК по-английски. Что оно влияет на ДНК. Это неправда, Леон. Это неправда. Стоп, 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 стоп. Дайте мне сказать, да? Я сейчас досказываю, и будет вопрос в конце. Значит, а достаточно серьезные врачи, итальянские, немецкие, американские, высказывались о том, что это совершенно новый тип вакцины, оно влияет на ДНК. Вот меня интересует, вы проверяли это или вы говорите неправда, потому что вам там кажется? Нет, не потому что, мне кажется. Я последние три дня читаю всю информацию, которую врачам посылают по поводу этой вакцины. Значит, mRNA – это мессенджер-RNA, и она не ДНК, она РНК. Я понимаю, что для слушателей это, может, это не совсем понятно, но, в общем, причина, что это абсолютно новая вакцина, потому что никогда до этой вакцины не использовалось mRNA. Это кусочек, как сказать, шипа с этого самого, с коронавируса, который упакован в группу жиров и липидов, и это, что это вакцина. Проблема с вакциной, что мы не знаем, как она будет долгосрочно. То есть, это не ДНК, а РНК. Спасибо. Это важный момент. Теперь у меня тогда следующий вопрос. У нас еще есть там полторы минуты. Несколько раз в прессе говорилось о том, что мы запрещаем Монсанто использовать все то же самое для модификации пшеницы, но при этом мы запозволяем этому же самому модифицировать наш организм. Ответьте на это. Нет, мы не модифицируем организм. Мы вводим антиген, на который организм должен выработать антиген. Это обычная вакцина. Это иначе механизм. Не использовать РНК или ДНК, потому что обычная вакцина этого не использует. Это первый раз в истории человечества. Это правда, что до этого использовались частички бактерий, и иммунный респанс провоцировался там. Последний короткий вопрос. Вы не гарантируете, что с моими внуками ничего не произойдет с точки их рождающей? Нет, я вообще не гарантирую. Меня вообще совсем с другой точки зрения. эта вакцина не устраивает. Но проблема состоит в том, что это просто так, эта вакцина. Потому что никто не знает. После второй дозы, через три недели, после всех ваших головных болей, там, белл-палфи, боли в месте введения, никто не дает гарантии, насколько долго будут у вас длиться антитела. Кроме того, никто не знает, если вы уже переболели. Спасибо огромное. У нас уже время закончилось. Спасибо за разъяснение. Действительно, спасибо. Я прощаюсь со всеми нашими слушателями и зрителями. До следующей пятницы. Спасибо огромное, Леон. До следующей пятницы.